Привет, друзья, на связи Антиквар, продолжаем играть в хроники героев, проходим кампанию преисподня. Это четвертая миссия, спутанные туннели. Тарнум должен победить властителей подземелий, чтобы перейти на следующий уровень. Игра оборвется в том случае, если Тарнум будет убит. Все герои ограничены 20 уровнем, но Тарнума, два его лучших капитана, перейдут на следующий сценарий со всеми их способностями, заклятиями и мастерством. На выбор знания или сила магии, ну тут в общем-то я возьму уже, пожалуй, силу магии. Знаний у нас и так очень много, я прокачивал, упор делал именно на монопул, да? Сложность я выставляю последнюю, ну и поехали. В конце концов, Тарнуму удалось узнать имя врага, похитившего из рая, душу Риона, сердце Грифона. Однако это казалось лишь маленькой победой, одним шагом на пути искупления его величайших преступлений и подтверждения титула бессмертного героя. Королева Элисон хотела вступить в борьбу, но я убедил ее начать с малого. И так она осталась на верхнем уровне, где еще остались немногочисленные твари. Это даст возможность проверить ее способности. Сдается мне, она не позволит легко себя убить. К сожалению, солдат, которого я послал на этот уровень, сообщил, что у них была проблема с управлением области вокруг города. Их капитан был убит в борьбе с одним из властителей всего лишь два дня тому назад. Из этого сообщения я могу вынести, что люди боятся. Им потребуется моя помощь. Ну что же, такое вот сообщение нам на старте пишут. У нас есть деревня, причем не рядом с нами, да? Несколько в стороне. Ну давайте начнем с того, что карта очень маленькая. И в комментариях мне писали о том, что здесь делов максимум на две недели. Ну посмотрим, за сколько я управлюсь. Хорошо, значит, вот наша деревня. Есть гарнизон, какой-никакой, да? Но здесь стоит враг. Лорелей. Играем мы, очевидно, против темницы. А точнее темницы. У нас тут три врага. Ну, по крайней мере, один из наших противников точно будет темница. Ну, такая лора ничего себе прокачанная. В городе ничего нет, таверны нет. Поэтому деревню она, в общем-то, забирает. Здесь иллюзий быть не должно. Не сумею я ее отстоять. Хорошо, теперь к нашим героям. Смотрите на Тарнома. Что у нас получается? Вот такой вот у нас рыцарь 18 уровня. Все бы хорошо, нет логистики. Ну, об этом я уже много раз говорил, да? Кстати, очень неплохо и сэр Мюрлик. Давайте я вам всех покажу сразу же. Ну, Валеска, в общем-то, саппорт. Но при этом, при всем, тоже очень достойная барышня. Хорошо, давайте мы поймем, кто стоит ближе всех к замку. Стойкий. Но это, судя по всему, Тармом и есть, да? И здесь развернуться вообще некуда. Выходов нет. Видимо, вот он один проход, да? Который ведет вот здесь к замку. Вот здесь, не знаю. Но сейчас посмотрим, есть проход или нет. Можно было бы включить сетку и разобраться, да, с этим. Но я знаю, что многие зрители не любят сетку. Поэтому я не буду это делать, пожалуй. Так, ну тут все Тармом придется собирать. Здесь, в принципе, разбежаться-то не получится, да? Или, если побежать в Алиска и, скажем, брать вот этот сундук, скорее всего, она где-то здесь и останется и просто закупорит дорогу остальным героям. Так, ну ладно. То есть, вот в таком интересном закутке мы начинаем эту миссию, эту карту. Ну, любопытно, что скажешь. Какие-то нетривиальные моменты, они всегда интересны. Ну и вы знаете, что я думаю по этому поводу? Раз карта маленькая, а у нас такой замечательный Тармом, прокачанный и все такое, может быть, имеет смысл сразу же бросить его вперед, как вы считаете. Устроим самый что ни на есть Блицкрик. Давайте я вообще отдам ему только Грифонов, пятерку. Ну, плюс у него есть Баллиста, плюс у него есть супермощная магия. Ну и как-то так вот мы и двинем. К сожалению, сундучки нам попались маленькие, но тут уж что поделать. Так, здесь... Давайте одного арбалетчика в Олеске оставим. Она скорость арбалетом дает, и это должно и давать преимущество. Да, 1630 разгон, а здесь 1560. Да, так и есть. Ну ладно, в общем-то, деревню мы сейчас потеряем. Город мы заберем только на следующий день. Старт так себе. В Олеска, конечно, работает как обзорная башня. Смотрите, какая красота. Вообще, хочу поставить перед собой такой мини-челлендж. Управиться быстрее, чем за две недели. Ну, давайте дней... Я не знаю сколько, 10 поставим себе. Какой-то таким... Каким-то ориентиром, да, чтобы мы двигались. Здесь... Не знаю, насколько реально это сделать. Прямых проходов здесь нет. Видимо, здесь какой-то... Ну, лабиринт, что ли, если можно так сказать. Автобой вот таким образом подрался. Я даже не знаю, переигрывать или нет. Давайте на лорелей посмотрим. Переиграем только из этих соображений. 5-7-1-5. Ну, что тут скажешь. В общем-то, достаточно прилично по статам. Хотя и силы магии никакой, да. Надо было, пожалуй, что наших арбалетчиков спрятать в угол. Я что-то даже не удосужился это сделать. Хотя, тут у них столько стрелков, что и закрыться мне толком не удастся. Есть стэк троглодитов, который сразу не добежит. Поэтому, может быть, мы давайте как-то смело в бой пойдем здесь. Здесь пока завыйтимся. Ну и по гарпии что-то постреляем. Кем можем. Хотя, знаете, я вот думаю, имеет ли смысл здесь выкруживать. Видно, что они меня разбирают очень недурно. Просто время тратить. Давайте пусть тут автобой подерется. Ну и мое начало было лучше, чем то, что делал автобой. Автобой после моего дебюта убил немножко больше существ у Лорелей. Ну и она пошла, конечно же, воровать наши ресурсы. Очень некрасиво с ее стороны. Ну что поделаешь. Что ждать еще от подземного лорда? Семь дней нам дают, как всегда, на то, чтобы обзавестить городом. Но стойки-то мы сейчас заберем. Ну и проход, судя по всему, судя по тому, что я вижу, есть только наверх. Тарнумом. Так. Здесь у нас просто форт. Мы даже не понимаем. Охрана, да, какая в нем? Ну тогда давайте мы мюлихом его возьмем. Охранник выходит вперед и сообщает. Но еще не совсем достроили защиту этого города. Каждый день нас тревожат засады. И мы не можем найти виновников. Поскольку эта земля является нескончаемым лабиринтом, мы должны просто устроить засаду возле угла. Иначе, в противном случае, встреча с неприятелем будет очень неприятной. И это случится в точку думая. Ну очередное какое-то странное название. Типа хижина Мэгги, а тут вот точка думая. У кого будут идеи, что это такое, напишите в комментариях. Потому что вот в данном случае у меня вообще никаких идей нет. Что такое может быть точкой думая. Так, ну ладно, точка думая и хорошо. Выходит охранник, а замок при этом не наш. Да, ну как-то странно. Это немножко смотрится. Четыре пикейщика его аж охраняли. Так, ну что, Тарномом просто топим вперед. Ну а пятерки грифонов. Почему я ему никого другого не даю? Ну у грифонов шестая скорость. Он так побыстрее, да, по большему в поинтах имеет. 1700 против 1560 у Сэра Мюллиха. Не так это много, но в то же время. Орлах здесь бегает. Так, а сундучок как-нибудь у нас получится? Нет, Тарномом. Лутать. Хороший, кстати, вопрос. Так, ну Мюллих уже здесь на самом деле ходы какие-то потратил. Мы можем нанять еще одного героя. Родные есть. Аделаида есть. Три грифона есть у кого-нибудь? Да, есть вот у Тирис. Три грифона. Поскольку у нас Тарном на грифонах бегает. Ну давайте мы ему еще немножко подвезем. Этих величественных и гордых созданий. Я знаю многие вещи об этих туннелях. И вам может понадобиться информация, которую я предлагаю. Вы киваете и соглашаетесь платить. Повсюду в этой местности расставлены засады. Было бы глупо бродить здесь в одиночестве или с небольшим войском. Ну как раз мой случай, да? С пятеркой грифонов бродить, говорят, здесь как-то не очень. Так, ладно. Не надо меня пугать. Давайте вот так что ли сделаем? Или даже вот так. Ну почему нет? Максимально большое количество стеков, думаю, пойдет нам на пользу. Так, орлах здесь. Его примет на себя кто? Сэр Мюллих. Вообще уголок идеально подходит для замка, да? Обратите внимание, что и дорожка сюда ведет. Чаще всего дороги ведут все-таки в замок или к рудникам. Хотя может быть она вот сюда заворачивает колесопилки. Ну это мы сейчас проверим. Понятно, что зомби для нас вообще не соперники. Мы их разбираем просто при помощи нашей баллисты, правильно же? Покрытая шрамами болезненная ведьма летит над вашими войсками, но она не атакует. Она говорит, если вы сможете дать мне несколько мешков серы, я сообщу вам, где находится щит львиной храбрости. Вы ищете это, не так ли? Вы, рыцари, всегда ищите что-то, но вы никогда не находите. Это не правда ли? Когда вы соглашаетесь, она начинает счастливой верещать. Идите на север, а потом на запад. Ах, там мои сестры. Проклятие и грязным перьям за то, что они изгнали меня. Они будут защищать это. Они любят вкус рыцарей. Ведьма принимает серу и улетает в южную сторону. Ну то есть гарпия, да, понятно, здесь летела. У кого-то могли быть какие-то вопросы по поводу, что это за ведьма. Ну вот именно, что гарпия ведьма. Так, ладно, здесь мы арбалетчиков себе можем позволить нанять. Сразу же их отдаем мюляху для усиления его отряда. Ну и плюс ему же сгружаем копейщиков. Ну вот у мюляха какое-то войско есть. Ну, учитывая его прокачку, тоже наличие кучи разных спеллов. В общем-то, должен он неплохо смотреться. Так, орлаха, значит я оставляю мюляху. Тем более, что я его и не добиваю. Так, ну встаем вот сюда и видим, что здесь венец скорби. Да, вот она темница здесь прячется. Ну и хорошо, мюлях закрывает проход. Так, в Олеско что у нас делает? В принципе, в Олеске можно здесь пикищиков забрать прежде всего. Я не думаю, что у нас прям есть задача быстро строиться. Хотя поставить экономику может было бы и не дурно, да? С пикищиками успеется. Давайте мы возьмем вот так сундук. Слушайте, сундуки минимальные, прям как будто подговорил кто. Создателя карты накидать мне сундуков. Если бы я не знал, что они всегда рандомные и нельзя запрограммировать сундук. Хотя, может быть, запрограммировать-то как раз можно. Вот это я не буду, не берусь утверждать. Они рандомные, если ты через генератор карт, да, их накидываешь, то сундук вот может быть любым. На тысячу, на полторы или на две тысячи денег. В общем, здесь все случайно работает. Смотрите, сколько зеленых героев. Вот тут мы видим еще фиолетового. И вот тут синяя темница. Темница тоже в Олеску у нас чуть-чуть книзу сдвинулась. И вот мы видим еще одна темница торчить, да. Что с армией? Ну, армии, в общем, стартовые. Пусть и народ где-то троглодита в себе поднабрала. Ну, это, в общем, вы понимаете, да, все несерьезно. Здесь всех грифонов в один стэк, чтобы было проще их воскресить. Ну и да, начинаем мы битву. Так, 230 мана. Мы играем против темниц. По идее, мы можем ту же метеориточку зашвырнуть. Или... А, магическая проклятая земля. Проклятая земля. А че же я внимания-то не обратил? Угу. Ну ладно, значит, грифонами становимся в защиту. В принципе, автобой сколько потерял? Двух грифонов. Ну, они не дамажат совсем. Значит, стрелочками покидаемся и потерпим. Сколько у тебя хп? 8. Слушайте, да по идее-то мы вообще никого не потеряем. Да еще и манус экономим, да? Ну, отлично. Получилось лучше, чем я думал. Хоть здесь и проклятая земля. Ага. Все, я понял. Вот тут опасно было Тарнамом-то таким бегать, да? Ну, хотя армии у врагов нет, поэтому... Так, ладно, на деньги мы не реагируем. Мы бежим и... Нападаем на Айдена. Мечник сообщает. Сэр, наши разведчики обнаружили артефакт, столь необходимый вам на севере. Теперь они охраняют его, и у них есть приказ дать доступ к нему только сэру Тарнаму. Так что не стоит мешкать, надо послать туда еще кого-нибудь. Ну, нам пишут про щит львиной храбрости, но поскольку у нас артефакты из Альянса Ангела не переходят между миссиями, то нам как бы все равно. Ну, вот такой вот бой с Айденом у автобоя получается, да? Ну, мы давайте поможем ему, что ли? Как-то так. Ну, еще стрелочку кинем, чтобы никто не мучился. И движемся дальше. До нашей деревни. А, точка думы. А я-то и не посмотрел даже, слушайте. Даже не обратил внимания. Точка думы это название деревеньки, которую у нас отжали. Все, нет вопросов. Так, третий день у нас на дворе. В принципе, неплохо. Так, а мы здесь вот так не можем срезать и напасть на Орлаха отсюда? Можем. Замечательно. Тогда мы это делаем. И после этого Мюрех отправляется забирать замок наверх. Правильно? 9 бихолдеров аж накопил сэр Мюрех. Ну, понятно, что у него нет никаких мощных заклинаний. И поэтому мы не боимся собирать всех наших копейщиков в кучу. Так, сколько у нас стрелочка? На 160. Ну, тут почти мы, да, бихолдеров ей вырезаем. Ну, давайте. Парочка остается. Потерпим один выстрел от баллисты. Она всего на 6 урона, понятно. В общем-то, Орлаху и не прокачан, да, совершенно. Забираем его и отправляемся к городу. Так, ну, отлично. Отлично. Здесь что? Здесь прежде всего надо забрать руду. И надо взять вот эту шахту золотоносную и отправить Тирис за следующий. Хотя я вот что-то так по армиям тех врагов, которых мы видим, могу предположить, что отстраивать здесь нам ничего и не придется. Думаю, что мы с наскока всех должны просто раскидать, да и все. Так, ну, строить нам нечего. Дерева у нас нет. Ну и ладно. Понятно, что оппоненты в союзе. Прохода здесь я не вижу от компьютеров к нам. Опа! Лорелей на нас нападает. Отчаянная девчонка какая, да? Не, ну, понятно, что она на нас нападает. Она-то думает, что... В плане армии мы-то слабоваты. Она права, конечно. В плане армии мы именно такие и есть. Но... Есть один нюанс, да? Маленький такой нюансик. Так, смотрите, как Стрелков-то распределил. Ну, давайте, наверное, вот так сделаем. Какой агрессивный. Посмотрите на него. Так, здесь. Ослепляем. Убиваем. И нам надо разломать баллисту. 172 здоровья, да, у нее? Стрелочка на 180. Стоит ли нам Грифона поднимать? Да, наверное, нет. Я еще одну единичку выделю, да и все. Да, что ману тратить? Сколько? Хотя у нас 168 маны. В общем-то, немало. Ну, просто один Грифон или два в стеке, это как-то и разницы-то нету. По большому счету. Да, поэтому давайте мы вот на такой потере сойдемся. И пойдем забирать точку думы. Так, замечательно. Пока все выглядит языкаточно, да? Пришел, увидел, наследил, как говорится. Так. Есть ли кто-то на севере? С одной стороны, Сарамюлиха нужно отправить, подстраховывать Тарнума. А с другой стороны, оставить бы здесь кого-то. Но у нас есть Валеска, да? Мы можем есть какую-то армию добрать. Но у нее есть пикейщики, есть вот здесь рыцари, можно нанять. И, соответственно, она нас будет подстраховывать, чтобы никто не упер город, да? Который мы забрали. Венец скорби совершенно не отстроенный, но к этому мы привыкли. Думаю, что вот такой армии в Валеске должно быть достаточно, чтобы здесь справляться с какими-то оппонентами. Ну, просто у нее тоже, да, так-то магический потенциал очень и очень неплох. Хорошо, Тирис продолжает нас облагодетельствовать в финансовом смысле. Опа! Ничего себе, какой артефакт в скелете мы отрыли. Минус мораль. Это всегда приятно. Троглодитов. Ну, давайте возьмем, чтобы оппоненту не достались. Ну, и Тарнума мы бежим вперед. То есть мы забираем город. Здесь по-хорошему нам надо разведку сделать. Кстати, вы обратили внимание, я просто только сейчас заметил, что герои, которых мы нанимаем первого уровня. В прошлых миссиях они были четвертого. Ну, так, на секундочку, да? Это как бы несколько другая история. Не то, чтобы мне от этого как-то сложнее будет или что-то еще. Ага, а здесь у нас Геон. Ну, Геона, я думаю, что Сэр Мюлях как раз и накроет. Нет смысла здесь терять время Тарнумом. Давайте двигаться дальше. Так, а дальше мы двигаемся вот здесь, наверное, да? Получается, проход или где? Или вот здесь? Тут прохода нет. Соответственно, наверное, вот сюда нам нужно идти. Ну, получается так. Мюлях, конечно, далековато. Но просто здесь проходы узкие и нас Геон никак не оббежит. Понятно, что с Аделаидом справится, скорее всего. Но, ничего страшного. С таким количеством перекрученных и продуваемых ветром туннелей для неприятеля очень легко подкрасться и атаковать сзади. Вы должны подумать о защите сейчас же. Засада на 20 адских гонщих. Ну, это прям... Не может нас не радовать. Так, это сколько получается? 500 жизней. Сколько наша метеориточка бьет? Ну, молнии, очевидно, недостаточно, да. Да, 475. Ну, почти. Почти выбили. Все повышалки я потом соберу. Сейчас просто у меня... Ну, такой... Я уже понял, что карта очень простая. Ну, челлендж, да, на 10 дней. Пройду ли я ее за 10 дней? Мы видели здесь фиолетового, да, и синего. Синий замок вот. Ну, очевидно, что фиолетовый вот здесь. Просто больше места уже не осталось никакого на карте. Где бы он мог еще быть, да? Поэтому все очень очевидно. Ставим кузницу. Ну, как-то будем отстраиваться потихоньку. Мне просто потом придется мотать дни и запереть, наверное, синего, да, у замка. Ну, то есть встать перед замком. Чтобы он никуда не делся. Какая-то армия мне будет нужна, чтобы его держать. Магия магии, но он-то там кого-то будет строить и скупать со временем. Ну, ладно. Да, прям прошлая миссия. Там уже и враги какие-то были, и армии у них были, да, приличные. А тут прям... Шалтай-болтай. Не знаю, почему сейчас вспомнил именно этого литературного героя. Вот что-то всплыло в подсознании. Это место лабиринта. Это даже хуже, чем те уровни, через которые мне доводилось проходить прежде. Наш враг толпится здесь подобно скопищу тараканов. Но они рассеиваются, когда мы приближаемся. Только за тем, чтобы появиться позади. В тех землях, которыми мы уже управляем. Это не тот тип войны, к которому я привык. Интересно, а почему это не тот тип войны? Я-то думал, что Тарван специалист был по партизанской войне с магами в том числе, да? Не сразу же он в лоб на них пошел. Нет, сначала он нападал из засад и так далее. Интересно, что это за такая клеточка на карте, на которую я не могу наступить. Вроде ничего тут и нету. Но не получается. Так, и мы сразу же на Сифенрот нападаем. Но очевидно, что там еще кто-то в замке есть. Вы должны знать об этом. Эти темницы, повелители и подземелья всегда хранят в себе небольшой сюрприз. Как, например, Минотавры, которые готовы к тому, чтобы оторвать вашу голову. Ну, даже вон автобой показывает, что не ту голову они себе наметили для отрыва. О как! А зачем я кидал стрелочку, если у меня баллиста сейчас бы походила и его застрелила? Так, ну расхолаживает, да? Такая сложность в любом случае. Так, Сифенрот. Магия что ли убила? Как это случилось? Смотрите-ка. И правда. Обогнала нас на Гарпии и магией бахнула. Так, Векс. Здесь мы с кем-то будем биться. Зловещий туман. Ну, зловещий туман, насколько я понимаю, не мешает колдовать. Так, теперь вопрос. Геон сумеет ли нас обскакать где-то поверху? Ну, если и сумеет, то... Валеска его здесь встретит. Это властители подземелья вовсе не глупые. Они установили в разных местах небольшие отряды тварей. Подобная тактика замедляет ваше продвижение, а также медленно уменьшает численность вашего войска. Ну, то есть Тирис сейчас, да, отъедет здесь на Гогах. Ну, тут я ничего сделать не могу, просто убегаю, да и все. Минус герой, понятно. Ладно, ничего страшного. Не будем расстраиваться и переживать на этот счет. Так, а вот здесь прохода нет, правильно? То есть или Геон должен вот так это все отбегать, или вот здесь сверху он может рвануть к нам? Лента посла. Интересно, зачем она нужна? Ну, судя по всему, вот здесь-то проход есть, правильно? Похоже на то, по крайней мере. Так, ладно. Аделаиду куда отправим? Следом за Тарнумом. Пусть что-нибудь здесь соберет. Рудник заберет. Да что такое? Адские троглодиты копошатся за скалами, это засада. Интересно, интересно. Супер бой, 50 троглодитов. Ну что, мы сможем их даже... Так, у нас есть... Одно кольцо холода на 35 урона. Это сколько? Это... 5 троглодитов, да? И есть, скажем, блэс на 2 раунда. 2-3, 1-3. Ну, на пикейщиков, наверное, имеет смысл его кинуть. Ну, давайте. На 6 даже. Что-то я осчитался, но ничего, бывает. Так, хорошо. Здесь давайте пока спрячемся, попробуем потерпеть, пострелять. Ну, в общем, вот это вот все. Какое-то время у нас здесь будет, да? Если они не сморалятся. А может быть на арбалетов кинуть? Ну, хотя там не такой большой буст по урону, который она будет наносить. Вот это бои мы проводим, да? На этой карте. Просто заглядели. Так, ну ладно, что, терпим. Что нам еще остается? Здесь закрываемся опять-таки. Ну и все, надо нападать. Дальше ждать нечего. 6. Да нет, я тут не вывожу, судя по всему. Судя по всему, вообще без вариантов. Ну да. Причем не хватает немножко, да? Смотрите. Сколько останется в итоге троглодитов? 7 троглодитов. Ну, хотя не так, чтобы совсем прям немножко. Да, они гостеприимные туннели, определенно. Ну, понятно, что наши основные-то герои здесь бы справлялись за счет своей прокачки, за счет магии. Но да, не будем переживать на этот счет, как я уже сказал. Давайте лучше поставим немножко рыцарей. Так, ну и Валеску отправим домой. Поднанять существ. Хотя бы давайте арбалетчиков скупим. Вот так, чтобы было. Ну и оставим. Пусть денек постоит, а потом мы отправим ее по карте. Она нам засветит уголок. Но я так понимаю, что щит львиной храбрости где-то вот здесь в темноте скрывается. Да, идите на север, а потом на запад. Так нам расписывала гаркая ведьма местонахождение этого реликта. Вот он синий здесь тоже бегает, копошится. У нас шестой день сейчас будет. Гунар на нас нападает. Ну и в общем понятно. Опять нам намекают на то, что мы проиграем, да? Ну маг из гунара никакой, поэтому... Так, работают же здесь все чары? Да, работают, не мешает туман колдовать. Кстати, я не знаю, что вот этот вот туман дает зловещий. В чем смысл этого покрытия? Так, кого мы можем убить? Дайте-ка я соображу. Они опять-таки, он так всех расставил, что... Может быть, давайте опять, наверное, вот так сделаем. Я рассчитывал на то, что баллисту-то мы сломаем. Нет, не сломали. Ну ничего, я ману тут могу сливать чуть ли не в ноль. Потому что... Я сейчас зайду в темницу и поставлю там, как это называется... Вихрь маны. Так, здесь давайте тогда мы ослепим вот тебя. Здесь очередной супер-бой. Супер-сложный, супер-напряженный. Смотрите-ка. Ничего себе, Гунар. Что творит? Так, ладно. 94 здоровья. Ну, по идее, баллиста должна доломать, да? Отлично. Вопрос. Воскрешатель Грифонов. Ну, наверное, да. Как я уже сказал, я сумею потом ману сразу же себе удвоить. Правда, если там не построено... Михрь уже не построен и не потрачен. Но у Гунара мы не видим, да? Чтобы он был потрачен. Поэтому давайте мы в этом плане... Не то, чтобы рискнем. Тут, в общем-то, о рисках, говорите, в подобных миссиях не очень уместно, я считаю. Но, смотрите, оставимся без маны, да? Ну, практически. Сколько жизней у бихолдеров? 220 это десятка, да? Еще 4, 88 это 308. То есть молния, да? Их убивает сразу же. Молния у нас на 385. Ну и замечательно. Вот такой Гунар даже подзорную трубу нам принес. Фиолетовый терпит поражение. Гильдия магии построена. Вихря маны нет. Ну и отлично. Поставили и готовы двигаться дальше. Так, можно даже Медузу нанять. Ну, а она нас будет хоть на немножко, но тормозить. А это мне не надо. Так, здесь у нас ДАС. Эх, заставляет нас уклониться с маршрута уйти. Но его я за спиной оставлять не могу. Иначе он мне все карты спутает. Да, замок оборонять-то тут некому. Хм, так ладно. Где здесь был вражеский герой? Геон. Вот он он. Не знаю, что он тут делает, но... Мюльх его зажал. То есть, на него мы внимания можем не обращать. Можно, кстати, Валеску сюда разбить. Но толку. Она будет без армии. Без армии, да. ДАС. Я ей могу пару грифонов оставить. Да, кстати, неплохой плеер разбить Валеску. Но на ком? Я ни до кого не добегаю. Мне ее просто негде разбивать. Поэтому не вариант. Ну, значит, придется тармам вернуться и потратить вот эти вот очки передвижения. Шестой день у нас, да. До замка здесь не так уж много бежать. Но есть еще пару героев, которые нас могут отвлечь. Как вам нравится? 460 единиц маны на тармам. У нас, кстати, прогулки по воде есть. Если вы не обратили внимания, мне кажется, это очень важно. Возможно, где-то даже затащат нас. Так, ну и маны у ДАСа нет совершенно. Ну, значит, мы... Или, или, или. Не, давайте именно так я и сделаю. Так я гарантированно сломаю и баллисту, и стрелка. Убью ему. Как-то так. И теперь просто стрелочкой мы все заканчиваем. Просто цепная молния, она и стоит дороже. Но это ладно, то, что она дороже стоит. Я не могу точно знать, куда она пойдет. Да, сначала в баллисту или сначала в тележку. Так. Баллистка. Что делаем? Бежим мы ей или нет? Нет, пусть она стоит. Хотя я ей же хотела разведку, да, сделать. Было такое. Было. Можно грифонов, кстати, поставить еще. Ну, и вот так всех скупить, что ли. Почему бы и нет? Вот с таким воинством Валентина отправляется в свое путешествие. Практически выходит на тропу войны. Так, у нас сейчас седьмой день, да? Отлично. Эй-эй-эй-эй-эй, дружище, как ты не догоняешь? Ну-ка, если так, вот. Молодец. Вот так молодец. А то я думал, сейчас Геон еще у нас тут скачки устроит по вертикали. Придется за ним бегать. Ну, бой мы, естественно, проведем. Для порядка. 4-2. Сейчас чем-нибудь у нас еще и бахнет ведь. Ну, очевидно, что это будет в худшем случае молния. Заклинаниями по площади он владеть не может. Так, ну и... Так он стоит, да? Что я толком ничего по нему и скастовать не могу. Массового. Так, ну и все. До свидания, наш ласковый мишка. Возвращайся в свой сказочный лес. Как вы считаете, троголодит не очень обидится, если его назвать мишкой. И отправить в сказочный лес. Так, все. Зеленый тоже терпит поражение. Замечательно. Можно Тарновым, кстати, в библиотеку просвещения даже наведаться. По случаю, раз мы совсем рядом находимся. Так, Домокона разбираем. Посещаем конюшни. И получается, что? На какой день-то я смогу нападать? Седьмой день, да, у нас идет. Успею я на первый день, второй недели или на второй? Ну, в общем, максимум за 9 дней я разберу замок. Хотя Синека может куда-нибудь наверх убежать. И тогда чуть больше времени понадобится. Так, но я, кстати, могу, знаете, что сделать? Я могу поставить разбивку в Олеску вот сюда, переразбить ее. Но она будет не то, чтобы на полных мувах. Ну, ладно, это все не так важно. Что-то я прям тут из-за этого одного дня даже... Я себе поставил ориентир в 10 дней. И у меня все получается быстрее. Так, проклятая земля, понял. Понял, принял. Давайте тогда вот так мы поступим. И сейчас еще одна стрелочка все закончит в этом бою. Так, замечательное. Да, я хотел же угол засветить. Хотя тут, в общем, уже все понятно. Сейчас мюлек туда добежит, он подсветит. Все правильно. Но я ставлю на то, что там лежит щит. И может быть он лежит, кстати, за стражем прохода. В котором будет требоваться лента посла. А тут будет требоваться, ну, что-то еще. Что охраняет тут здесь минотавры, тоже не очень понятно. Форт на холме. О, это форт на холме. А то, что он за текстурой вот так находится, это все в порядке, да? Это так задумано. Давайте посмотрим, как это выглядит. Кстати, 9 минотавров. Между прочим. Между прочим, не так уж и мало. Ну и не так уж и много. Видали мы и побольше. Откровенно признаемся. Так, здесь отходим и грифонами куда-нибудь вот сюда. Сложнейший бой, как вы понимаете. Тут, в общем, сразу-то и не справится. А мы вот так тебя загородим. Форт на холме, да, говорите? О, смотрите, прям реально можно зайти сюда и улучшить здесь всех. Прикольно. Очень прикольно. Так, ладно. Ну что, успеваю я на следующий день накрыть нашего оппонента в замке или нет? А, нет, просто щит лежит просто так на земле. 20-49 гарпий охраняют. Слушайте, друзья мои, это даже не серьезно. Ну, я бы сказал, что, наверное, это нет, да? Что, наверное, я не успею. И вновь вы попали в окружение мерзких тварей, жаждущих уничтожить всех ваших воинов. Смотрим, что за мерзкие твари. 20 глазиков я убил. Ну, баллиста, понятно, настреляла. А сколько-то мантикор мне не поддались. Три мантикора. Угу. Во-во, вообще что ли обалдел? Зверюга, что делаешь? Взял мне грифонов, подбил. Одного, да, один там и был. Ну, ладно, подбил и подбил. А почему одного-двух? Двух, а я думал одного. О, и здесь сколько? 440 хитпоинтов. Хорошо. Засаду разобрали. Кстати, а если бы я вот здесь не отвлекся на Даса, да, то я бы успел забрать как раз вот на этот день. Там вот этих хитпоинтов мне не хватило, чтобы сюда добежать. Ну, это совершенно не важно. Значит, смотрите, какие у нас с вами планы в дальнейшем будут. Я сейчас записываюсь, завершаю этот сценарий, да, эту миссию, а потом загружаюсь в сохранение и мотаю, просто показываю вам сценарий. То есть, хочу минимизировать количество времени на прохождение, потом загружусь опять-таки уже за кадром с этого сохранения, пробегусь по повышалкам всеми. В общем, сейчас я не буду здесь при вас бегать, да, наверное. Ну, вот как-то так. Думаю, что это будет интересно. А вы знаете, на каком тайминге последнее сообщение будет? Я просто уже посмотрел. На 3-1-6. То есть, да, вы не ослышались. 3-1-6. Создатели карты предполагали, что игрок здесь может задержаться вот настолько. Так, ладно. Компания королевы Элисон против разбросанных сил противника проходит весьма успешно. Фактически она полностью завершена. Она спросила меня, когда я завершу все здесь. Хороший вопрос. Здесь просто недостаточно сил, чтобы обезопасить каждый туннель. Так что мне приходится метаться взад-вперед для того, чтобы защитить свой замок. Я не отвечаю на ее письмо. Я думаю, что мне требуется провести некоторые серьезные исследования. Кстати, знаете, когда вот это сообщение могло быть оправданным. Вот если бы они здесь сделали проход для синего, чтобы он мог вот сюда на нас прибегать, то это было бы, ну, скажем так, у меня несколько героев сильных, да, и я все равно бы здесь уже, ну, это бы не помогло. Но так в теории это неискушенному игроку могло бы задачу усложнить определенно. Так, ну что, сохраняемся на двоечку вот сюда. И давайте возьмем замок, удостоверимся, что все здесь можно быстро закончить. Ну, такая армия себе, смотрите. Здесь нет, правда, даже цитадели. Вот если бы была цитадель, то могли быть какие-то вопросы. Тут я думаю, что... А, подождите, синька, она может быть еще и маг? Два-три. Ну, сейчас посмотрим. Давайте посмотрим. Да, маг тут, в общем, такой. 16 гарпий даже не убивают одного грифона. Ну, все понятно. Давайте мы через цепную молнию... Выживает один глазик даже. По кому она била-то вот сюда, да, три здоровья осталось. Давай мы тебя сбережем. Тут как-то вот сгруппируемся. Куда? По гарпиям. Наверное, да. Чтобы они вообще никого не дамажили. Во-во-во, посмотрите, что творят. Ничего себе, дерзкая какая. Обалдеть. Минус глазик и минус последняя гарпия. Никого даже не воскрешаю. В общем, здесь и так все понятно. Ну, как-то так. Синий терпит поражение. Забавно. За сколько мы управились? За 1-2-2. Это какой, девятый день игры, да? Неплохо, неплохо. Давненько не было таких коротких карт. Было занятно, конечно, ее пройти, но... Скажем так, слово сложность здесь вообще не очень применимо. Ладно, давайте мы загрузимся. Ну, сохранимся вот сюда, раз нас просят на W1. А сами загрузимся. Перекроем подступы к замку и почитаем сюжетные сообщения. Читать нам придется долго. Не знаю, насколько они будут длинные, но, по крайней мере, ждать, мотать придется долго. Нам единственное, что нужно, усилить армию Тарнума, да? Так. Давайте мы вот тут загружаемся. Тарнум у нас, соответственно, вот здесь встает. А, кстати, на нас сейчас может напасть. Да, это барышня-то, синька. Может подумать, что она молодец и за пределами замка с нами разберется. Так, тогда в новых обстоятельствах что нужно сделать? Нужно собрать какую-то армию, подвести Тарнуму, ну и уже после этого не дергаться. Спокойно сидеть на месте и ждать, пока мы прочитаем все сообщения. Так, здесь нужно в замке построить улучшение, чтобы подвести уже, да? Героев улучшенных. Ну, точнее, войска улучшенные. Так, гарпий тоже пробьем. Ну, в общем, немножко сейчас мы здесь еще какими-то техническими действиями позанимаемся. Хотя это будет, я думаю, что очень быстро. И уже углубимся в чтение сценария. Так, ну что, используем какую-нибудь магию, которая редко используется? Какой-нибудь огненный шарик, давайте бахнем. Вот так. Ну и все. Щит, то есть мы отбили, да? Да, вот эти, конечно, охраны таких реликтов меня просто всегда поражали. Так, здесь мы были, хорошо. Тарнум, ну, стоит, ждет. Нет, не хочет на нас синька нападать, она, мне кажется, что-то знает. Про нас и про всю эту ситуацию, да, что... Не смотри на то, что у этого парня мало войск. Так, справиться с ним будет крайне тяжело, а может быть даже невозможно. Так, можно еще, знаете, что сделать? О, пушкарь пришел. Можно еще нанять вот Энхама. У него войска забрать, чтобы как-то армию увеличить, да, у Тарнума. Сейчас, но это много времени не займет. Сейчас я тут буквально, может, до конца вот эту популяцию подожду. Здесь Мюлях встанет, просто потом перехватит войска. А хотя, что перехватит войска? Он может пока, наверное, подвести их тоже улучшить, а даже можно вот сюда доехать. Правильно? Ну да. И спокойно мы все сделаем. Слушайте, а за кадром надо еще будет мне отстроить магию, наверное, в темницах так точно. Да и в замках посмотреть, что там будет. Не буду сейчас тратить на это время. Но если будет что-то интересное, я вам расскажу. Естественно. А если не будет, ну, тогда и рассказывать, да, и говорить будет не о чем. Так, здесь нам надо улучшить казармы. Так. Грифонов сейчас тоже мы построим, улучшим, отвезем. И я думаю, что вот такого войска Тарному будет более чем достаточно. Хотя третий месяц, да, 3.1.6, это же кого там успеет синька накопить. Ну ладно, я полагаю, что с нашим монопулом мы там должны справляться с кем угодно. Тем более сейчас Чемюлик здесь войска заберет, улучшит, да, какие-то тоже будут подвезены. В принципе, должно нам хватать за глаза. Так, тут я уже учился. Очень мило всегда бесплатный вот этот грейд на пикейщиков в форте на холме всегда меня вдохновлял. Ну да, и мы постоим еще тут. Сейчас мы поставим, кстати, цитадель и замок. И вот с этим всем приростом отправимся на рандеву к нашему синьору Сюзерину. Так, ставим цитадель и замок. И думаю, что этого больше, чем достаточно будет. Это мое признание. Мои последние кошмары вернули из забытья мои преступления. Но они ни разу не показывали мне мое величайшее преступление. Так что я напишу об этом теперь. Я старался не думать об этом вот уже долгое время. И здесь нет никого, с кем бы я мог поговорить. Без того, чтобы разрушить все то дело, ради которого мы боремся. Итак, я доверю это пергаменту и чернилам. Я убил своего лучшего друга. Моего мудрого друга. Я убил Хардека. Ну да, что было, то было. Это, конечно, такая себе история. Думаю, каждый может, ну, по крайней мере, в голове на себя это примерить. Ясно, что в реальности понять, насколько это жестко, да, никто из нас не в состоянии. Ну, так хотя бы представить в голове, да, у каждого есть лучший друг. И вот как это можно сделать. Я не знаю. Ну, заслуживал этот поступок того, чтобы древние вот так обошлись Тарнумом, да, и отправили его в преисподнюю для начала, да. Чтобы он просто начал задумываться о тех прегрешениях, которые он совершил. А потом они его еще отправят, я так понимаю, в кучу других мест, эпох, вообще городов. Ну, то есть, с кем Тарнумом только не будет. Слушайте, ну, приличная армия, кстати говоря, получилась. Куда ты добегаешь? Ну-ка. Вот сюда. Хорошо. Мутары, ух ты, смотрите, кого нанял наш оппонент. Мутары сама. Ничего себе, ну, можно на нее напасть. Даже поглядеть на мутары первого уровня. Вот такая вот барышня, да. Забавно, конечно. Тратит деньги на героев. Ну, понятно, что какую-то армию там забрал, то есть, тоже он усиливается, да, в такие моменты. Другое дело, что мы-то не боимся, но... О! И вот он решился на этого, посмотрите. Синька решилась на то, чтобы на нас напасть. Ну и молодец. Так, вот сюда метеориточку, наверное, да, сразу же я бахну. А, метеориточку. Так, надо еще как-то здесь так подраться, чтобы не слиться. Будет, конечно, занятно. Так, стоп, стоп. А у нас есть ли антимагия? Может бахнуть антимагию и бахнуть армагеддон? Это жестко, конечно. Так. Защищает выбранный дружественный отряд от всех заклинаний, кроме снятия заклинаний. Ну, просто он же от армагеддона защищает, правильно? Слушайте, ну мне хотя бы парочку грифонов... Хотя сейчас вот эти все постреляют, и у меня и остаются... Слушайте, а если они будут стрелять туда, куда я накину армагеддон, ну, куда я накину антимагию? Хотя я могу провейтиться, посмотреть, в кого они постреляют, правильно, а потом бахнуть уже армагеддоном. 780 урона я нанесу. Сколько тут здоровья? Здесь у нас 600 здоровья, да? Это самый жирный стэк, по идее. Так. А, защита от огня? Да ладно? Откуда ты знала? Ничего себе, какая прошаренная барышня. Она прочитала, что я буду юзать. Смотрите. Ой. И смех, и грех, как говорится, да? Так, ладно. Не пробивает, то есть даже. У тебя лидерство, что ли, там так раскачано? Так, ладно. Ладно, здесь что я делаю? В общем-то, может быть, и все более-менее неплохо. Можно вот этих метеориточкой, да, забрать. Или вот этих. Эти все-таки стреляют, как там. Не так это все жестко выглядит. Или вообще вот этого товарища убить. Это мы сейчас подстрелим. Или хотя в троглов надо, наверное, работать. 475. Взрывом тебя, что ли, бахнуть? Давайте, наверное, да. Так, здесь троглодит не добегает. Я могу, пожалуй, что вот так сделать. То есть стрелки уже ничего дамажить не будут, да? Ну, смотрите, у нас тут, да, такой простейший, как бы, вроде как сценарий. А все равно вот в этом бою приходится немножко голову-то поломать. Так, здесь что я делаю? Здесь я уже... Слушайте, ну она еще стрелочками меня бахает. Что по здоровью? 25. О, единичка. Ничего себе. 18. Так, тут добивают. Ну все, на самом-то деле. Ничего себе, как было на тоненького. А кто меня обогнал-то сейчас? Почему они отходили? А, бихолдер обогнал на родной земле. Слушайте, ну реально было прям на тоненького. Я мог сейчас отъехать и... ГГВП для синьки. Обалдеть! Вот это да! Ну, на самом деле... Занятная история, конечно, получилась. Ну, здесь мы давайте повоскрешаем. Воскресим все тех же грифонов. Можно даже не всех. Чтобы совсем уж ману не сливать. Просто мне сейчас армия-то подъедет. Ну, хотя у него же армии-то не будет, да? Кого он там наймет? Кого-нибудь без армии. То есть мне уже забить там их будет не проблема. Давайте еще одного поднимем, чтобы у нас было 7 стеков. И на этом успокоимся. Слушайте, ну занятный бой-то получился. Очень неожиданно. У нас старом он даже прокачивается. Базовая магия воды. Вот нам предлагается. Ну что, берем экспертную тактику и рассчитываем, что... Мы поймаем что-нибудь интересное. У нас, кстати, есть здесь хижина ведьмы. Можно будет тоже ее... Посетить. Той же валеской, да? Посмотреть, что там дают. Так, здесь давайте на Грифоне валеску оставим. А Мюлихом потащим войска до Тарнума. Да, бой мне прям понравился. Не знаю, как вам. А мне зашел. Неожиданный такой, да? В замке-то есть кто-нибудь? Ну, кто-то и есть, да? Вот кого-то он там нанял какого-то героя. Да, прикольно, прикольно. Если бы сейчас у меня Тарнум бы отъехал. ДАС был нанят. Так, а сколько у нас мана? 230, да? То есть вот ровно по нашим знаниям. Ну, ясно. Так, валеска. Я же хотел посмотреть, что у нас в хижине ведьмы. Тактика. Ну, тактика у нас есть. Это не очень интересно. Да, тактика у нас есть. Трудно писать это признание. Так что я делаю это понемногу. Раз за разом. Сейчас я вспоминаю Хардека и понимаю, что он был лучшим правителем для моих людей. Он видел общее направление войны и ненависти и знал, что она в конечном счете принесет величайшую боль нашим людям. Моральное состояние было низким и войны хотели как можно скорее увидеть свои семейства. Семейства. Свои семьи. Но он по-прежнему был моим другом. Он предупредил меня о том, что капитаны сговорились против меня, что они собираются вызвать меня на дуэль и продолжать до моей смерти. И я знал, что я не смогу победить их всех. Хардека, ты... Ну я даже не знаю, как сказать. Хотя нет, знаю, что уж там, не знаю. Так, ладно. Все понятно, мы уже проговаривали, что это просто жесть. То, что было сделано с лучшим другом. Так, ну что, старым мюлихом просто отбежим. Давайте в сторону. Вот здесь встанем. Уложим его не туда, на боковую. Да и всех уложим на боковую. И будем просто уже пропускать ходы. В поисках сценариев. Слушайте, мотать и мотать еще. Моя исповедь продолжается. Я не знаю, о чем я думал, когда нашел закованного цепью волшебника. Он должен был быть публично казнен на следующий день. Но на следующий день, по моему распоряжению. В обмен на свою жизнь, он предлагал необходимый мне яд. Без запаха и без вкуса. Он должен был ускользнуть от внимания даже самого проницательного человека. Для начала я решил испробовать его на самом колдуне. Ну это, в общем-то, понятная, да, история? Ну то есть я к тому, что если уж он убил лучшего друга, отравил и всех своих приближенных капитанов, то, что он отравил, ну не колдуна все-таки, а мага, да? Тут нечему удивляться. Записывание этих слов в моей исповеди вызвано вчерашним ночным кошмаром. Итак, моя история продолжается здесь. Я притворился, что прислушался к предупреждениям хардеки, которые касались моих капитанов. Они были недовольны течением войны, и я приготовился к тому, чтобы умиротворить их. Это было утром. Я объявил, что война закончена, и что мы возвращаемся к своим домам. Люди обрадовались. Что же касается хардека и иных капитанов, они были искренне удивлены. Прежде чем отправиться в обратный путь, был устроен праздник. В самом начале этого действия я подал чашу с целем каждому из капитанов. Когда же очередь дошла пить мне, я притворился, будто случайно разлил ее содержимое. К тому времени яд уже вступил в силу. Я не буду вникать в ужасные детали, но все они умирали на моих глазах, и в их последних вздохах слышались проклятия мне. На следующее утро я сообщил своей армии, что волшебник отравил моих капитанов. И вновь началась война. Да. Жесткая история, конечно, да. Сам все сделал и обвинил магов во всем. Я закопал свою исповедь со своими признаниями под камнем в одном из этих туннелей. Я не думаю, что смог бы найти его вновь, если бы даже захотел. К несчастью, то, что я описал свои преступления, не принесло мне никакого облегчения. Сэр, мы обнаружили эту старую женщину запертой в клете в логове адских гонщиков, сообщает один из копейщиков. Женщина сильно изголодала, она довольно стара, но она не выглядит испуганной. Как мы можем помочь вам, леди? Мой дом вблизи от этих мест, возьмите меня туда. Вы живете здесь? Спрашиваю я. Как она могла оставаться в живых в этих местах? Я мог бы отправить вас на поверхность. Нет, здесь мой дом. Если вы поможете мне добраться до него, я дам вам имя одного из тех, кого вы ищете, демона с украденной душой. Ее хижины недалеко от этих мест. Эта развалюха похожа на сгнивший пень. Однако женщина рада вернуться домой. Она быстро ступает, кружит с энергией, не свойственной для женщины в ее возрасте. Затем она стремительно оборачивается. Теперь она молода, полна жизни и красоты. Зверь, которого вы ищете, это Жорн, говорит она с соблазнительной, направленной к вам улыбкой. Он путешествует по самым низким уровням преисподней, но у него нет дома, места которого можно было бы указать. Этот негодяй избегает своих врагов. Никто не знает, где искать его, кроме дизелиска, герцога низов. Он может указать вам, где искать Жорма. Ну, смотрите, у нас уже имена появились, да, конкретные? Кого мы ищем? Куда нам следует отправляться? Больше мы не будем бесцельно бродить через эти пещеры. Больше не будем искать иголку в стоге сена. У нас есть враг. Это демон, как и иные его сородичи. Быть может, более сильный, но все же демон. И не более того. Герцог дизелиск все же беспокоит меня. Несомненно, он запросит цену за раскрытие места положения Жорма. И души Грифона, и души Грифона, и души, ну, в общем, сердца Грифона. А я с подозрением отношусь к заключению каких-либо сделок с демонами. Как звали-то сердце Грифона, что у меня вылетело из головы? Королева Элисон неожиданно въехала в лагерь. Почему вы не отвечали ни на одно из моих писем? Спрашивает она. Я беспокоилась. Думала, что вы уже мертвы. Объясните мне все сами, сэр Тарнум. Я вежливо проводил ее в свою палатку. Простите, моя королева, но я был очень занят. Но все же у меня есть хорошие новости. Душа вашего отца хранится демоном, известным под именем Жорм. Очевидно, что этот Жорм очень изворотлив, и так просто нам его не поймать. Так что мы должны найти для помощи другого демона, известного под именем Герцог Дизелиск. Это действительно хорошие вести, но вы должны были оповестить о них со всей возможной поспешностью. Вы всегда будете держать меня в курсе ваших дальнейших достижений, вы понимаете? Она застыла. Я кивнул. Все, прогнулся получается, да? Получается каблук. Я уверен, что королева Элисон проверяет меня. Или, по крайней мере, проверяет мое терпение. В течение последних четырех дней она ежедневно посылала мне письма. Она всегда задает мне одни и те же вопросы, касающиеся моего прогресса, численности моих войск, моих победах и поражениях. Она нянчится со мной словно наседка. Я думаю, что лучше бы она занималась исключительно верхним уровнем, чтобы я разобрался со своими делами без ее участия. Снова нападение на нас. Ну, вы посмотрите. Да, сосмелел, набрал армию. И влетел в нас, да? То есть, на полном серьезе считает, что может мне что-то противопоставить. Ну, шо ж. Это хорошо. Давайте разнообразим контент. А то у нас что-то все... Чтение до чтения. Оно, конечно, занятное, но герои это прежде всего битвы. Правда ведь? Так, ну что, бахаем взрыв, наверное, и ничего не придумываем. Сначала куда-нибудь в бихолдеров. Защита от огня. Что ж вы все колдуете-то именно ее? Конечно, занятная история, но какая-то странная. Так, Минотавра, кстати, можно будет вот сюда отманить и здесь оставить, чтобы он к нам не бежал к основным нашим силам. Ну-ка, ломай баллисту, что ли, чтобы какой-то прок с тебя был. Так, на следующий ход разберем. Это хорошо. Здесь тоже пропускаем и... Да, в общем-то, наверное, без разницы. Давайте мы Минотавров сначала подстрелим. Так, Гарпий, а Медуз мы ослепим. Легчайшая победа для Тарнома. Ну, тут кто бы сомневался, да, как говорится. Медуза слепим, Троглодитов взорвем. Даже палатку первой помощи давайте сломаем. Как-то так. И теперь нам нужно посмотреть, что у нас с потерями. Ну и кого-то поднять, да. Понятно, что единички мы не будем поднимать. Ну, арбалетчиков немножко полегло. Так, сколько жизней у Медуз? 20 тысячи жизней. Ну, такой стэк. Жирненький, прямо скажем. Но у нас взрыв больше дамажит. Да, 1800 урона. Неплохую армию ДАСС сумел накопить за все это время. Ну, в общем, ясно, что с таким Тарнумом подобные номера не пройдут. Так, ну ладно. Что, читаем дальше. Не так уж и много осталось. На самом деле, сейчас начнется третий месяц, там еще буквально пару недель. После нескольких дней молчания прибывает письмо от королевы Элисон. А я уже начал беспокоиться. Дорогой сэр Тарнум, я очень огорчена, что я не держал вас в курсе относительно своей ежедневной деятельности. Но нами здесь было встречено небольшое препятствие. Группа МакГок потрепала нас, нанеся неожиданный урон из засады. Когда я вела небольшой отряд воинов на охоту за ними, мои люди оказались прямо в их засаде. Над нами было численное превосходство. В течение нескольких дней мы оставались запертыми в этой пещере. Это была моя ошибка. Это стоило некоторым из моих людей жизни. Как вы справляетесь с этим? Как вы смиряетесь со смертью солдат, которые были под вашей командой? Королева Элисон. Ну, Тарнум тут может поделиться опытом, да? Как он справляется со смертями даже более близких ему людей? Через свои связи мне удалось узнать, что Элисон была совершенно неподготовлена, когда она шла на поиске МакГок. Так что я уже знаю, что написать в ответ. Дорогая королева Элисон, если вы хотите убить саму себя, просто воткните лезвие в свое сердце. Это гораздо легче. Лидер не должен мчаться в самый мрачный уголок подземного мира только за тем, чтобы доказать, какой он смелый. Почему вы взяли с собой такой незначительный отряд? Если вы продолжите вести себя как ребенок, то я буду обращаться к вам как к ребенку. Вы потеряли жизнь многих хороших воинов и почти потеряли жизнь королевы Эрафии. Жить сознанием о гибели ваших солдат было бы легче, если бы вы знали, что сделали все возможное для их спасения. Сэр Тарнум. Ну, жестко он ее приложил, конечно, в ответ. Так, что там, 3-1-6 я говорил, да? То есть сейчас вот будет оно самое. Да. Ответ королевы Элисон на мое жесткое письмо очень прост. Сэр Тарнум я сожалею, я очень сожалею. Так она пишет. Быть может, это было несколько тяжко для нее, но королева должна быть сильной. Ну что ж, друзья мои, на этом прохождение этой миссии мы завершаем. Прокачку, как я говорил, я уже буду осуществлять за кадром. Магию построю во всех городах. Если получим мы там что-то интересное, вам, естественно, расскажу. Вы со своей стороны тоже оставляйте обратную связь, делитесь впечатлениями. Ну, тут было пару каких-то любопытных моментов, да? Боев. Вот этот бой с 8-ю грифонами против Синьки был очень и очень неплох. Окей, всем огромное спасибо, кто был со мной, смотрел это видео. С вами был Интиквар. Всем удачи и до встречи в Хрониках Героев. И помните, героями не рождаются, героями становятся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok